В этой части мы рассмотрим, как можно из командной строки запускать скрипты, написанные на Python. Я буду считать, что у вас уже на компьютере установлен интерпретатор Python. Если вы этого еще не сделали, то вернитесь к уроку 1.4, где объясняется, как с помощью менеджера пакета Miniconda можно установить к себе на компьютер Python 3. Дальше, если вы установили, то давайте убедимся, что можно запустить его. Для этого откроем командную строку или терминал и наберем там команду Python. Если вы наберете и запустите, то должно вывестись похожее сообщение, где будет указана версия Python, которая у вас установлена. И появится возможность запускать некие команды Python в интерактивном режиме. Например, можно посчитать какое-нибудь выражение. Опять делить на два. Увидите результат. Если у вас такого сообщения не появляется, или у вас установлена версия Python 2, то я рекомендую вам вернуться к шагу 1.4 и посмотреть, как установить подходящую версию интерпретатора с помощью Miniconda. Дальше. Если у вас все в порядке, то можно... Давайте напишем какую-нибудь программу в текстовом редакторе и запустим ее из командной строки. Для начала выйдем из режима интерпретатора Python. Это можно сделать, если набрать exit. Давайте теперь откроем текстовый редактор. Это может быть Sublime, например, если у вас он еще не установлен. Можете установить. Можете использовать другой текстовый редактор. Какой вам нравится. Давайте напишем простую программу в текстовом редакторе, которая... Программа будет делать следующее. Читать два числа в разных строках и считать их сумму. A равно IntedInput. B равно IntedInput. И выводим сумму A плюс B. Сохраняем Ctrl-S. Куда-нибудь в документы. Ну, выберите папку, где вы будете хранить программы свои на языке Python. Давайте назовем эту программу A плюс B. И поставим расширение Py. Когда мы указали расширение Py, то у нас появилась подсветка синтаксиса в редакторе. Давайте теперь перейдем... Откроем в командной строке папку, в которой мы сохранили файл. То есть это в моем случае папка PyL. И здесь есть файл A плюс B. Для того, чтобы запустить файл на исполнение, надо написать Python и имя этого файла. A плюс B. Нажимаем Enter. Программа запускается. Поскольку у нас первым делом в программе происходит чтение данных, то происходит ожидание, пока введутся данные. Давайте введем два числа. Ввели два числа. Вот нам программа вывела сюда же, в консоль, в терминал, вывела результат работы программы. То есть результат команды print A плюс B. Давайте посмотрим, как все то же самое делается в операционной системе Windows. Там есть небольшие отличия. Во-первых, для того, чтобы запустить командную строку, вы можете открыть меню пуск и здесь в поиске указать CMD. Когда вы укажете, то у вас укажет, будет показана программа CMD. Ну, либо вы можете просто щелкнуть Enter, набрав здесь. У вас откроется такое окошко. Здесь вы можете спустить, написать Python. И у вас будет запущен интерпретатор Python. Тоже будет указана версия, которая у вас запущена. Аналогично можно выйти с помощью команды exit из интерпретатора. Дальше вы можете точно так же использовать текстовый редактор Sublime для написания программы. Можете использовать другой редактор. Популярным также таким легким простым редактором является ноутбук Plus+. Легко ищется в интернете. Также имеет подсветку синтаксиса. Итак, мы написали программу, сохранили ее, некоторую папку. В моем случае, эта папка находится в документах, проках, а плюс б. Давайте откроем в менеджере эту папку. Увидим, что этот файл там сохранен. И дальше откроем командную строку в этой папке. Для этого мы можем в том месте, где у нас написан пуск к папке, написать cmd и нажать Enter. Когда вы это сделаете, у вас откроется командная строка в этой самой папке. То есть, users.fidot.f.documents.proc в моем случае. И здесь мы можем набрать команду, ту же самую, которую мы указываем всегда при запуске скрипта. То есть, Python и имя файла, который мы хотим запустить на исполнение. У вас запускается этот скрипт. Вы точно так же вводите входные данные и получаете результат выходные данные.